Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь шестьдесят вторая. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Бытие, девятнадцатая глава, двадцать шестой стих. Подумайте, какой ужасной была ее судьба. Подумайте, что ее постиг тот же суд, что и жители Содома и Гоморры. Но этот суд настиг ее, когда она была уже близко у цели. «Ой, если бы мне пришлось быть проклятым, то пусть бы это совершилось посреди массы безбожников, пусть бы я погиб, как некто, всегда бывший безбожником. Но дойти до ворот неба и там погибнуть – это ужасно. Прожить жизни с народом Божиим и в конце все равно погибнуть – это действительно ужасно. Слышать Евангелие, исправиться, уйти от грязных дел мира, стать морально хорошим и добрым, и все же не отвыкнуть от мира, не совсем расстаться со грехом и так погибнуть – это мысль невыносима. Ужасная судьба – быть убитым праведностью, на пороге милости, стать жертвой вечного гнева на грани спасения. Судьба настигла ее внезапно, без предупреждения. Христиане, не переставшие любить мир, что будет, если вы сейчас упадете намертво? Вы, называющие себя христианами, крадущиеся в среду безбожников, чтобы глотнуть из кубка их радостей, что произойдет, если в один такой день смерть настигнет вас на местах греха? Это было бы не ново, так как Бог поступает строго с теми, кто называется Его именем. Подумайте также о том, что она погибла в тот момент, когда согрешила, так что ей не оставалось времени для покаяния. Пусть тот, кто утверждает, что он христианин и все равно заигрывает со грехом, подумает о жене Лота и о том, как быстро Бог посылает суд на тех, кто предает Его святое имя и Его дело. Субтитры создавал DimaTorzok